Короче, привет, народ! С вами снова Покусаева и Теория Большого Чтива. В книжном клубе, который организовала Айшат, писателем Майя была выбрана Джейн Остин. Ну, я сейчас её марафоню активно, поэтому решила вам рассказать про книжку про Джейн Остин. Бесконечные пространства вселенной Ютуба полны признаний в любви к мисс Остин, в видео про то, как прекрасные её романы совершенно бесчисленны. Поэтому мне, собственно, и не хотелось повторяться и говорить про то, что её книги написаны приятно, с большим количеством искровётного юмора, граничащего с сарказмом, и вообще она прекрасна, поэтому, собственно, я решила про неё не рассказывать, а рассказать немного про другое. Ким Уилсон, часть Джейн Остин. Книга Ким Уилсон — это написанная в лёгкой манере исследования быта, привычек и социальных ритуалов англичан эпохи Джейн Остин. С вкраплениями анализа романов самой писательницы. Любительница чая и точных деталей, мисс Остин не могла не включать чаепитие в свои романы, и чаепитие становились не главными героями, но всегда приятным и ненавязчивым фоном. За ними решаются судьбы, плетутся интриги, рассказываются тайны и так далее. Но интерес к романам Джейн Остин или любовь к её стилю — это не единственный повод заглянуть в книгу Ким Уилсон. Знали ли вы, что в стране five o'clock tea сам tea — достаточно новое явление? Он активно распространился в Англии только во времена Карла II, жена которого была большой любительницей чаепитий. Или, например, что до примерно конца XVIII века типичным английским завтраком была не овсянка, сэр, а жареное мясо и пиво. Вообще, в Англии чаепитие — это такая неотъемлемая часть большинства светских ритуалов, и многие традиции были завязаны на чае, и многие из этих традиций нашли свое отражение в романах Джейн Остин. Собственно, Ким Уилсон разбирает все эти мелкие детальки, которые помогают намного лучше понимать роман, его архетипы и сюжетную канву. Кстати, автор умело использует цитаты из писем, романов, дневников писательницы, вплетая их в свое повествование в качестве иллюстраций. Если говорить о содержании более подробно, то в книге Ким Уилсон вы прочитаете о чае, наверное, все, что можно о нем прочитать. О том, какие люди пили чай, о том, как люди пили чай, какой чай они пили, какой чай пили представители разных социальных категорий, как чай пили на природе утром, вечером, на светских раутах, как использовали алкоголь в чаепитиях, и, например, как чай был связан с душевной гармонией англичанки. Цитирую. Вы можете лишить англичанку всего. Чести, денег, жизни, но не чая. Книга замечательно оформлена. В ней большое количество иллюстраций, цитат из произведений, каких-то просто маленьких картиночек, выдержек из документов эпохи Джейн Остин, и, о боже мой, в ней есть отрывки из кулинарных книг. Наверное, это была основная причина, почему я ее себе купила. Все-таки приготовить печенюшки по рецепту 18 века это весьма-весьма мило. Кстати, рецепты даны как в аутентичном виде, ну, чтобы вы знали, что когда-то людям приходилось вымешивать тесто по полтора-два часа, так и с адаптацией на наши миксеры, микроволновые печи, холодильники, все остальное. В общем, для человека, который увлекается блогом Read&Eat или реалити-шоу с участием Рут Гудман, это настоящая находка. И когда я узнала, что в России вышла подобная книга, я была на седьмом небе от счастья. А потом я обнаружила это. Кулинарную книгу Джейн Остин и книгу о садах в эпоху Джейн Остин. В общем, вердикт такой. Если вы любите Англию и все, что с ней связано, если вам интересно читать про повседневность в различные эпохи, если вам интересно готовить по каким-то оригинальным рецептам, или вы увлекаетесь историей Англии, или вы увлечены романами Джейн Остин настолько, что вам хотелось бы узнать больше о бытии ее и бытии ее персонажей, то книга Ким Уилсон будет вам крайне полезна. Написана она легким языком, рассчитана на широкую аудиторию и доставит вам много приятных минут. Кстати, расскажите потом, как у вас печеньки получились. Короче, enjoy. Попробуйте-ка посчитать, сколько раз в тексте повторяется фраза во времена Джейн Остин или что-то подобное. Это было единственное, что меня напрягало, но, увы, издержки тематики. Тему Джейн Остин я не откладываю в долгий ящик, потому что мы ее продолжаем читать. На этом, наверное, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok